Елена Тимофеева, правильно ли я поняла что самый устойчивый бутон в воду с сливой вишней, правильно вы поняли сливой вишней и Яблоню добавим, но яблоню не любую, явно не привиты на корневые отводки, вот он действительно не боится, правда Смотритель, здравствуйте Александр, это тот самый и есть, это Александр Песоцкий, который скрывается за этим Так, Елена Тимофеева, Валерия Константинович, хочу еще раз уточнить, когда я получаю сальце Сергея, я должна сальце обрезать Как правило, обрезку делает Сергей сам, то есть вам уже резать ничего не надо Я, правда, придерживаюсь такого мнения, что лучше перевдеть, это значит, что я бы еще сильнее обрезал Вот, но, получается так, у меня было несколько скандалевших случаев, когда я продавал Вот, один самый страшный был для меня, это когда я стоял на почте Вот, посылки я отдал, продавал, то есть отдавал почтовикам и еще что-то И вдруг в самом углу вижу небольшая кучка, 3-4 женщины, они друг друга, перебивая, говорят Железо, 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 железо Мне стало интересно, а я там вот живем, я улыбаюсь, такая улыбка до ушей, такая, знаете Вот, подхожу, говорю, а я железо, поворачивается и со злобным видом говорит Ваши саженцы, говно, она не сказала там дерьмо или еще как-то плохие, она сказала Ваши саженцы, говно Через 5 минут я понял, почему говно Потому что Сергей, их, продавая вот этой даме, половину крона отрезал Понимаете? То есть, убедить его, он ничего не смог Он действует по моей методе То есть, я его научил, а мы же несколько лет вместе работали Переходный период И он это прекрасно знает Ах, не отрезать, до свидания До свидания Люди пьют валидол, люди это самое, умоляют, у них слезы в головах стоят, а я режу А он продолжил мою традицию Он взял и обрезал Она промолчает, промолчала, а потом напустит, давай, ваше саженце, говно Ну ладно, просто говно Бывает всяко Вот, если бы она сказал, корни неправильно А только потому, что он, на мой взгляд, искалечил деревья Вот и получается Поняли? Вот это и есть И вот получается, что Сергей их режет, ну как-то по-божески Потому что, если бы я отрезал, а потом сумму посылку, уже бы не одна бы на всю страну сказала, ваше саженце, говно, а человек уже 20-50 Многие потребовали бы деньги обратно Понимаете, вот такая противоречия Я специально долго говорю Ну невозможно с этим ничего поделать Ну не знают люди, что режут не потому, чтобы посылку влезло А для того, чтобы лучше прижились Вот я и рассказал, Елена Сергей Саратов Здравствуйте, Валерий Константинович Хотел заказать косточки абрикоса И дрррр Отправил сообщение на два разных адреса Вот у меня очередной случай, Сергей Значит, если не считать того, что сегодня я был в деревне Я занимался чистой селекцией Я ходил и самые ценные в мире чередки резал без себя Для того, чтобы упустить их в погреб до весны Вот я устал Я приехал и до 7 вечера У меня 8 ребинаров по месту, по красноярскому времени Вот до 7 вечера я не мог включить компьютер Когда я включил компьютер, я видел пару человек, чего-то от меня хотят Если вы именно в сегодняшний день имеете в виду рабочие Тогда и правильно, что я не ответил Завтра отвечу А если это было раньше, то недоразумение Почему? Уже вчерашние были, позавчерашние были отвечены всем Мне нужны деньги Впереди Новый год Несколько десятков малышей должны получить Это самое, как называется Подарки, только потому, что больше им дарить некому Ни от кого они больше не получат Вот И что получается? И нет, ни одного я не пропускаюсь Со всех я умудряюсь со всеми Состыковаться Ответить Да, не такой я этот самый Помните, я еще раз скажу Мне понравилась В фильме в одном Одна фраза Я второй раз в жизни рассказываю А фильм, конечно, видели Перестрочный Падает с велосипеда пожилая женщина Молодая подскакивает Помогла ей встать Отряхнула Проводила до подъезда И когда та женщина пожилая Открыла дверь Она ее себе не пригласила Она просто сказала ей Одну фразу Которую я запомнила всю жизнь Она сказала Не совсем ты еще сволочь Вот Я эту фразу запомнила всю жизнь И тогда я решил так Я постараюсь быть не совсем еще сволочью Вот А для этого мне нужно со всеми вами дружить И постараться даже иногда отговорить Вы что думаете Когда полторы тысячи косточек Я отгружал в этот Санкт-Петербург Я не отговаривал Я говорю Большинство из них погибнет Прямо вот так вот Прямо и вам говорю Что тут Нет Питера Питерца Мирослава привет Вот Еще хотите что-то заказать Я сразу говорю Большинство из них погибнет Большинство выживет На Урале Большинство выживет В Ашкирии В этом Бурятии Даже в Бурятии Даже Там за За Байкалом За Байкалом Вот А Питер погибнет А я не скрываю этого Не совсем Я еще сволочь Так что Сергей Давайте дружить Есть же эти Другие какие-то данные Есть телефон Принимай по телефону заказы Вот если вдруг Получается Что вы не туда куда-то Отправляете сообщение Смотритель О Я не обрезаю саженцы Именно груши При пересадке Пересаживаю Либо в годовом возрасте Сохранением всех корней Либо сразу После прививки Когда Еще только Проклюнулись почки Я тоже так делал Очень удачно Потому что корни маленькие Согласен Обратил внимание Что груши при обрезке Можут сильно болеть И не расти Так как обрезаны Ростовые побеги Оставшие должны Пересадиться Чтобы быть Нормально ростовыми Абрикос Просыпается Цветет раньше Чем просыпается Терн Это уже второй вопрос Первый вопрос Понятно Он немножко Подискусенный Вот он Груши При пересадке Не 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 укорачивает Скажем так Ну его право Я буду стоять на своем Даже груши Надо укорачивать А он нет Ну Пусть будет и так И так А так как Многим Просто рука Не поднимается Укорачивать Ну пусть Николай Александр Николаевич Для них будет Это Пример Абрикос Просыпается Цветет раньше Чем просыпается Терн Правильно И так как Сока еще нет От подвоя Терна Абрикос Уже То абрикос Засыхает Так я потерял 70% Пример Именно весной Ну вы же знаете Я никогда Не пропагандировал Прививку Абрикоса До терн Если есть Другие варианты Но терна Все таки Корни короче Вот Может быть Подождать Чуть позже Привить Найти какую-то Золотую середину Но есть места Где не терна И абрикос Там делать нечего Это там Где близки Грунтовые воды Получается Компромисс 70% Погибло На 30% Осталось Это все Не бесспорно Добрый вечер Только смогла Подключиться Ну ничего Бухтиара Мороза были 30-ти большим А этот ролик А минус 50 Думаю фейк Я не знаю То что я видел Меня привело в ужас Вот А потом Кроме этого Я еще С другим Разговаривал Жителям Казахстана Он сказал Да не минус 50 Но 40 было Вот так Вот Ну и потом Очень большое Казахстан Огромное 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 Государство Наверное Где-то было 40 А где-то 30 Так Сергей Саратов Писал 15-16 Декабря Ответа не было Думаю Думаю Что-то случилось Вот по поводу Заказов Поэтому решил Здесь написать Давайте Тогда звоните Мне Значит куда-то Недавно пошло Вот Сейчас еще Может быть Сокончим И чуть-чуть еще Маленькую лекцию Артем Лесосибирский Я имел ввиду Фрукты Привозят Сабакана А Фрукты Привозят А я понял Что эти Саженцы Вот И можно С этих костей Вырастить деревья Значит Если Тот же самый Фейк Когда Есть какой-то Пятачок Где-то возле Абакана Прошло несколько лет Все так же Ответ тоже От кого Фрукты Эти люди Среднеазиатской Внешности Говорят От Железовского То есть Привозимый идет Вранье Кто сказал Что фрукты Сабакана Абаканские Вот Вероятность Высокая Что они Тоже Среднеазиатские Значит Косточки Из них Вырастить Невозможно Пусть я Вел ввиду Когда Инструктор Читал Пусть это Это не Эти Саженцы Саженцы Которые Можем Найти Концы Например Не знаешь Где ты Купил Не знаешь Значит Время Время Это саженцы Фрукты Я рассказывал Так же Красивые Калиброванные Абрикосы Вот И когда Дошел до того Да Майна Я в Майне Всех знаю Откуда И тут Выстоя Что он Не знает Где он И купил Ясно Что Среднеазиатские Вот Поэтому Вы Действуете Так же Как я Сейчас Вам Расскажу Попытайте Фрукты Сабакана Откуда Сабакан Откуда Они Тоже В Абакан Как попали Если местный Вырастил Но там Нет Примышленных Садов Тогда Получается Какой-то Частник Мог Продать Свои Привезти Там Допустим На Микроавтобусе Небольшая Какая-то Это Партия И у вас Продать Допустим Да Ну давайте Брать фрукты Яблони Вывели С помощью Вывели Уничтоженные С помощью Так называемой Пансперми Я Не Пансперми Пан Этой Самой Ну Короче Эпидемии Так Приличный Абрикос Довести До вас По-моему Так И написали Где Сейчас Посмотрю А Лисосибирск Скорее Всего Ну 90% Что Эти Фрукты Из Средней Азиньи А значит Твоя Синхозка С них Нельзя Синхозка 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 Продолжение следует...